Базилика Святого Петра открылась для публики. Снаружи установлены специальные знаки, указывающие на необходимые санитарные меры, которые нужно соблюдать внутри храма. Например, носить маску, соблюдать расстояние в полтора метра и использовать дезинфицирующие средства для рук. Чтобы попасть в базилику, паломники стояли в очереди, следуя желтой ленте и стоя на красных кружках, которые обозначали расстояние, требуемое к соблюдению итальянским законодательством. На входе в базилику добровольцы из Ордена Мальты проверяли температуру каждого человека, чтобы убедиться, что он здоров. Так, боковые часовни храма увидели посетителей впервые за более чем два месяца. Среди них была боковая часовня, в которой находится тело Иоанна Павла II. Открытие совпало со столетием со дня его рождения. Хор также приветствовал паломников в главной часовне, где проходила полуденная молитва Розария с кардиналом Анджело Кумастри. Вновь верующим позволено восхищаться статуями и красотой базилики, однако сама площадь остается пустой и перекрытой деревянными ограждениями. Очередь для входа в базилику не существовала с 10 марта, когда Италия полностью закрылась на карантин. В то время, очистив площадь Святого Петра, дезинфекторы и уборщики перебрались в Ватикан, чтобы очистить базилику. «Прежде всего, необходима базовая очистка обычными растворами мыла и воды. После этого мы можем использовать вещества, которые, как в этом случае, распыляются на поверхностях с целью количественного сокращения бактерий и вирусов на всех поверхностях. Понятно, что удалить их все невозможно. Это будет стерилизация. Это то, что делается в операционной. Но важно значительно снизить вирусную нагрузку». Все перила и фонтаны, все поверхности, были очищены и вытерты теми, кто был в защитных костюмах. «Конечно, мы раньше все мыли и чистили. Это была ежедневная практика. Очевидно, что самые посещаемые места дезинфицируются чаще других. Важно иметь достаточно людей, которые осведомлены о том, как следует распределять и использовать чистящие вещества. К счастью, мы готовы ко всему». Продукты на основе хлора будут использоваться и дальше, когда базилика будет открыта для посещения, чтобы обеспечить максимальную безопасность каждого паломника, когда он посещает Ватикан.